В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня генеральный директор строительной компании «Портогрупп» Сергей Рыгачёв. Сергей Александрович, здравствуйте! Добрый день! Каждый человек нуждается в своем собственном жилище, в месте, куда хочется вернуться, в свой уютный дом, где царит гармония и тишина, где нет шума и суеты большого города. Строительная компания «Портогрупп» предлагает кирпичное или деревянное строительство домов в Рязани, а также индивидуальное строительство под заказ с применением новых технологий. Принцип работы – сделать быстро, качественно и за доступную цену. Если я собираюсь построить собственный дом, на что я должна обратить внимание в первую очередь при выборе земельного участка? Алена, правильно Вы сказали, земельный участок – все начинается, то есть дом строится на земельном участке, который Вам приобретается. И помимо основных факторов выбора этого земельного участка, таких как направление, его стоимость, его расположение, наличие водоемов, наличие леса рядышком, есть факторы выбора именно строительные, то есть на что именно надо обращать внимание. Первое – это уклон местности. Есть ли он, нет ли его. Идеальным, естественно, является тот случай, когда уклон либо отсутствует, либо он минимальный. То есть при пятне застройки уклон там не более 20 сантиметров. Далее очень важным является фактор грунтовых условий. Хорошими условиями для строительства являются наличие песков, суписей, суглинка, необводненного. Худшими условиями являются ободненные суглинки, лесовые грунты, просадочные грунты. Эти типы грунтов нам дегламентируют использование таких сложных типов фундамента, как слайно-росверковый тип фундамента, плитный тип фундамента, которые неизбежно ведут к удорожанию стоимости строительства в целом, но и фундамента в частности. Также важным фактором является наличие высокого уровня грунтовых вод. То есть, опять-таки, в идеале, чтобы уровень грунтовых вод был наиболее низкий, чем уровень грунтовых вод более высокий. Опять-таки, это нас толкает к тому, чтобы проводить дорогостоящие мероприятия, такие как глубинный дренаж, поверхностный дренаж и так далее. Это факторы, связанные именно с грунтовыми условиями. Есть и факторы, связанные с местными условиями строительства, это качество подъездных путей, в принципе, их наличие. Бывают такие случаи, когда, в принципе, в том месте, где клиент планирует и хочет строить дом, до этого места проблематично добраться к какой-либо технике строительной. То есть, проблематично довести туда материал в Еврофоруме. На это тоже стоит внимание обращать. Есть и юридические аспекты, связанные с тем, к какой категории земель относится ваш земельный участок и какова вид разрешенного использования этого земельного участка. Не на каждом участке можно построить дом и его зарегистрировать. Это один момент. И второй момент, связанный, не находится ли участок в зоне отчуждения каких-либо газопроводов, высокого давления, высоковольтных сетей и так далее. Не всегда об этом люди знают, не всегда продавцы об этом говорят, но факт есть факт. Об этом моменте, связанном с юридическими аспектами, можно уточнить в управлении архитектуры, соответствующего района, к которому относится ваш земельный участок. И все эти данные получить, чтобы ни в коем случае не совершить арковую ошибку. Вот вы рассказали про особенности выбора фундамента, да, еще есть стены, крыши. Вот здесь на что нужно обратить внимание при выборе строительных материалов? В первую очередь, вы для себя должны решить, какой все-таки дом вы хотите построить. Деревянный этот дом будет, либо каменный дом. Говорю о деревянном или каменном, как об основных таких ветвих строительного материала, которые, в принципе, используются сейчас на современном рынке. Деревянный дом может быть построен из нестроганного бруса, профилированного бруса, цилиндрованного бревна, бревноручной рубки, клееного бруса. В последнюю очередь и в последнее время наиболее развитые такие материалы, как кальцилиндрованное бревно и клееный брус. При выборе каменного материала, при выборе каменного дома, выбираются такие материалы, как газосиликатный блок, керамзитобетонный блок, блок керамически порезованный. Вот именно последний блок получил в настоящее время наибольшее распространение, ввиду его цены, его качества, его технологичного использования и его производства. Коммуникации в доме, они же бывают наружные, внутренние. Вот здесь какие сложности? Здесь, скорее всего, надо правильно понимать, что этот вопрос перекликает с первым вопросом относительно выбора земельного участка. Идеально, когда вдоль границы земельного участка проходят коммуникации, такие как электричество, такие как газопровод, такие как водопровод и канализация. Все вместе эти коммуникации увидеть вдоль границы хоть какого-либо участка загородного, но, как правило, сложно, такого, как правило, не бывает. Основное, что должно быть, это газ и должен быть свет. Газопровод при этом должен быть низкого давления, электричество должно быть стандартное 220 вольт, в идеале, если это трехфазное электричество. Я хочу свой индивидуальный дом, и мне нужен индивидуальный проект. Это очень сложно или уже в современных условиях уже можно все рассчитать? Можно все рассчитать, и нужно, и можно это делать. Именно основной плюс строительства загородного дома заключается в том, что вы воплощаете свою мечту в жизнь сперва на бумаге, обращаясь в нашу строительную компанию, проектируя с нашей компанией свой дом, а затем, соответственно, реализуя это на земельном участке. При этом вы учитываете свои пожелания относительно площади, относительно набора помещений первого этажа, относительно набора помещений второго этажа. Хотели ли вы балкон иметь и будете ли вы его иметь в своем доме? Нужна ли вам терраса или закрытая веранда? Все эти предпочтения учитывают наши архитекторы и, соответственно, воплощают в жизнь ваши пожелания. У меня встречный вопрос. Сметная стоимость моего дома. Где я здесь должна не ошибиться? Вопрос очень важный, потому что рано или поздно все упирается в деньги. Все упирается в сметную стоимость. Здесь очень важно понимать, что сметная стоимость состоит из материалов и состоит из работ. Чтобы не ошибиться и правильно понимать смету, смета должна быть довольно-таки содержательной и детальной. То есть должно быть прописано наименование материала, его количество, его стоимость. И в примечании должно быть указано, для чего, для какой конструкции этот материал используется. Только в этом случае вы можете качественно и правильно сравнить предложения на строительном рынке Рязани или в любом другом городе. Процесс строительства, процесс отделки, юридические аспекты у моего дома. Сколько вообще по времени все это занимает в обычном таком режиме? Какие здесь сложности? Расскажу о деревянном доме, как об основном профиле работы именно нашей компании, компанией Porto Group. Как правило, максимальное время занимает именно процесс подготовки. Процесс отделизации, то есть сам процесс строительства ведется довольно-таки недолго. То есть, как правило, это до двух месяцев. Именно сам процесс строительства. В процесс строительства включается строительство фундамента, цоколя, стен, перекрытий и укладка кровельного материала. Если дом строится из материала естественной влажности, как правило, всегда мы ожидаем время на усадку. Время на усадку составляет от 9 до 12 месяцев и проверяется техническими специалистами нашей компании путем установки влагомера. Затем начинается процесс отделки. Он идет чуть больше по времени. Он идет, как правило, 2-3 месяца и идет параллельно с укладкой коммуникаций. Внутренних и, соответственно, с прокладкой наружных коммуникаций. А вот затем уже наступает юридический аспект, потому что все, что вы построили, рано или поздно нужно узаконить. То есть, не обязательно иметь разрешение или в начале процесса, да? Можно уже построить и затем получить все документы. Есть действительно два варианта развития этой ситуации. То есть, первый вариант – вы изначально должны получить разрешение на строительство, подать заявление в соответствующее управление архитектуры района, к которому относится ваш земельный участок. И только после этого начинать строительство и производить эти мероприятия. Есть и второй вариант – когда вы сперва строите дом, и после только этого вы подаете документы на получение разрешения на строительство. Это, возможно, пока есть закон о удачной амнистии. На данный момент он есть, и он действует. Помимо самого дома, очень важно обратить внимание на придомовую территорию, ландшафт, да? И какие здесь могут быть предложения или трудности? Важный момент заключается в том, что после строительства ваш земельный участок надо оградить. Первое, с чего начинаются ландшафтные работы – это строительство забора. После строительства забора нужно приступать к ландшафтному благоустройству. Это мощение придомовой территории, мощение въездной территории, там, где стоят автомобили, выполнение отмозки, выполнение дорожек. Все эти работы, они выполняются иногда последовательно, иногда параллельно, иногда поточным способам. И так же, как и на дом, на эти работы требуется выполнение проекта. Только в этом случае вы будете стремиться и знать, что в итоге вы получите, к чему вы в итоге стремитесь и что вы получите на выходе. Существует мнение, что строить дом – это гораздо дороже, чем купить уже готовую квартиру. Вот правильно ли это? – Долгое время стереотип имел место быть и, наверное, справедливо. Почему? Потому что еще 10 лет назад рынок строительных материалов был настолько оскуден, что было очень мало предложений на этом рынке. То есть был маленький выбор строительных материалов, а которые были довольно-таки дорогие. Ввиду этого, действительно, квартиры обходились дешевле, быстрее, проще, и поэтому сложился такой некий стереотип. На данном этапе развития рынка строительных материалов многообразие настолько велико, что можно подобрать материалы и построить дом за приемлемые деньги. Причем стоимость этого дома вместе с отделкой не будет превышать стоимость квартиры в многоэтажном доме в такой же площади. И это очень важно, потому что на данный момент, видим даже по нашим клиентам, идет некий процесс деурбанизации, когда люди сперва стремились в город из деревни, и теперь уже стремятся из города, обратно за город. Сергей, скажите, пожалуйста, вот так же, наверное, существует стереотип, что все-таки дом из дерева – это больше летняя дача, дом для загородной летней жизни. Это так на самом деле? Раньше действительно так считалось, тогда, когда деревянные дома строились преимущественно из бревнаручной рубки. На данный момент в основном строительство ведется из более современных и технологичных материалов, такие как оцилиндрованное бревно и такие, как вот последняя новинка – это клеёный брус. Это клеёный брус. Новинка я называю это условно. На самом деле этот брус применяется в странах Скандинавии уже давно, то есть более 10 лет. У нас широкое распространение получило, наверное, более 5 лет этот брус. Поэтому стереотип можно смело разрушать. Деревянный дом уже не является дачным домом. Деревянный дом является домом для постоянного проживания, ввиду того, что в нём находятся те же самые коммуникации, которые должны быть и в принципе в доме, в котором люди живут все сезонно, постоянно и зимой, и летом. Это и водопровод, это и автономная канализация, газофикация и отопление как таковое, электроэлектрофикация. Вот какую крышу нужно выбрать? На какие кровельные материалы в первую очередь Вы бы посоветовали обратить внимание? Основными кровельными материалами у нас являются на данный момент металлическая черепица, гибкая битумная черепица, цементно-песчаная черепица и керамическая черепица. При выборе кровельного материала в первую очередь надо исходить из Ваших вкусовых предпочтений. То есть крыша дома формирует внешний облик дома и, соответственно, показывает, каким дом в сутки будет, будет ли он с коричневой крышей, с красной черепицей, с зеленой черепицей и так далее. Эти конструкции и кровельный материал, они друг от друга отличаются. Наиболее распространенным являются металлическая черепица, это наиболее часто используемый материал. Затем идет гибкая битумная черепица. Она чуть дороже, чем металл черепица, но есть и свои плюсы. Это выбор как цветового решения, так и выбор геометрии тех черепичек, которые укладываются. Есть завод Техно Николи и выпускает этот завод одноименный бренд Шинглос. На данный момент максимально большое количество домов именно оборудованы кровельным материалом именно этого бренда. Ввиду этого, действительно, материал обходится чуть дешевле. Если раньше этот материал возился из Москвы, то сейчас у нас есть свой завод и, соответственно, доставка минимизирована. А другие строительные материалы? Такие материалы кровельные, как цементно-песчаная черепица, керамическая черепица, используются довольно-таки редко. Почему? Ввиду их высокой стоимости. Ввиду их высокой стоимости как таковой и ввиду высокой стоимости тех конструкций, на которые укладывается эта черепица. Она очень тяжелая. Как правило, она тяжелее, чем металл черепица, более чем в 10 раз. Поэтому стропильная система должна выдерживать эти нагрузки. Здесь есть некоторое угрожание именно стропильной конструкции. И это все внешний облик дома. А вот что касается внутренней отделки, насколько это сложно? И предоставляете ли вы такие услуги? Разумеется. Наша компания оказывает весь спектр услуг, связанный с малотажным строительством. Это и проектирование домов, строительство домов, отделка домов, прокладка, коммуникация, как наружных, так и внутренних. Помощь в регистрации ваших строений на земельном участке, в том числе страхование объектов, в том числе выполнение дизайнерских решений, выполнение проекта внутреннего дизайна интерьера. Здесь надо остановиться на чем более подробно. Если мы используем деревянный дом, то вся отделка сводится к минимуму. Потому что в деревянном доме, как правило, это шлифовка внутренних стен и их покраска. На потолке, как правило, используются материалы деревянные, такие как имитация бруса. На полу укладывается или керамическая плитка, или используется половая доска. В основном именно этими материалами и ограничивается вся внутренняя отделка деревянных домов. Ввиду этого у нее наименьшая стоимость относительно дома каменного. То есть при каменном домостроении отделка носит чуть другой характер. Она более сложнее и подороже. штукатурка стен, шпатлевка стен, грунтование стен, обои, декоративная штукатурка. И использование довольно-таки дорогих материалов для отделки. Сергей Александрович, спасибо вам за беседу. Телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был генеральный директор строительной компании «Порто Групп» Сергей Рогачев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова